Здравствуйте! Это новости в студии Евгения Нифанова. Сегодня в Омске. Напутствие на игры. Паралимпийцы. Они очень сильный духом, сильное телом, можно сказать так. Они просто потрясающие ребята. Кто представит Омск на Паралимпиаде? Подъемные сельским врачам. Сегодня в Азовской районной больнице трудится почти 20 так называемых миллионеров. Как стать миллионером? Столетний юбилей. Как я работала? Дай Бог, чтобы все так работали. Каков секрет долголетия? А также будет ли паводок, как поздравляют женщин, и новая программа акробатов. Сегодня в Сочи стартуют 11-е Паралимпийские зимние игры. В соревнованиях будут участвовать двое мячей – Григорий Мурыгин и Наталья Кочерова. А накануне паралимпийский чемпион. Плавец Алексей Фоменков рассказал учащимся коррекционной школы о достижениях омских спортсменов с ограниченными возможностями. По словам Фоменкова, паралимпийские игры – пик карьеры спортсмена. Можно достичь рекордных результатов, прогреметь на всю страну, обрести мировую известность. Встреча прошла в Краеведческом музее, в зале, где в эти дни работает выставка «Быстрее, выше, сильнее». Алексей пришел на мероприятие вместе со своим тренером Валентиной Симоновой. Отвечая на вопросы, знаменитый спортсмен признался, что только благодаря спорту он поверил в себя и добился высоких результатов. И пожелал ребятам больше времени проводить на тренировках, а не прожигать жизнь зря. Мы агитируем ребят заниматься спортом, так как это очень полезно для здоровья. Это занимает свободное время, чтобы не тратили на всякую ерунду, можно сказать. То есть на вредные привычки, это как курение, алкоголь и прочее. Глаза ребят загорелись. Как оказалось, многие занимаются игровыми видами спорта и хотят достичь спортивных разрядов. Люди с ограниченными возможностями, они тоже добиваются каких-то результатов. Я для себя тоже хотел бы добиться каких-то высоких результатов. А еще ребята болеют за наших спортсменов, выступающих в Сочи. Алексей и его тренер рассказали о подготовке и шансах омских паралимпийцев. Биатлонистов Григория Мурыгина и Натальи Кочаровой. Паралимпийцы, они очень сильный духом, сильное телом, можно сказать так. Они просто потрясающие ребята, которые достигли высоты и имеют право защищать честь страны. Они настроены все по-боевому. Две паралимпиады, они практически лидеры. Я думаю, сейчас, взяв от здоровых вот этот запал, я думаю, что обязательно должны выиграть. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Роспотребнадзор сегодня обнародовал официальные данные о состоянии воздуха после взрыва на заводе СК. Исследование не выявило превышения допустимых концентраций фенола, ацетона и других загрязняющих веществ. Специалисты взяли пробы воздуха на границе жилой застройки города Омска, а также в поселках Береговой, Ключ и Омский, расположенных с так называемой подветренной стороны от источника пожара. Также прислужба завода сообщила, что на ликвидации последствий аварии сейчас заняты работники всех цехов и подразделений Омского Каучука. Только для остекления окон, выбитых взрывной волной, нужно больше 10 тысяч квадратных метров стекла. Серьезных чрезвычайных происшествий в период паводков не будет. Об этом на пресс-конференции заявили представители администрации города и МЧС. Глубина промерзания грунта в этом году не превышает полуметра, поэтому талая вода, несмотря на обилие снега, по заверениям специалистов, быстро уйдет под землю. Тем не менее, городские власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить каких-либо осложнений. Службами благоустройства ведется очистка приемных колодцев и уборка снега. Создана противопаводковая комиссия. Тренировочные учения еще месяц назад провели спасатели. По-прежнему одной из главных проблем является несвоевременная уборка и вывоз снега жителями частного сектора. Эта обязанность закреплена за ними в соответствии с правилами благоустройства. До наступления периода активного таяния снега осталось меньше месяца, а улицы этих районов до сих пор полны осадков. Но возникает вопрос, что делать одиноким пенсионерам, живущим в частных домах, если они физически или из-за материальных трудностей не могут обеспечить свою безопасность? Раньше мы этим вопросом занимались для участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня уже круг расширен, потому что это поколение уходит, пожилые, одинокие жители остаются. Поэтому по письменным обращениям администрации административных округов, а у них эти списки есть, мест проживания одиноких, передаются нам. И, конечно, за счет бюджета города Омска силами управления дорожным хозяйством и благоустройством эта работа выполняется. В праздничный день на дежурном посту, потому что призвание обязывает. Молодые врачи Азовской районной больницы 8 марта не только лечат, но и поздравляют своих пациенток. Работать на селе признаются интересно, перспективно, а самое главное – прибыльно. Героиня нашего следующего сюжета Юлия Кноль терапевтом работает пятый год и ни одного дня не пожалела, что после окончания медицинской академии вернулась в родное село. Марина Бугрова и Александр Филиппов из Азова. Десятки медицинских карт, снимки, результаты анализов, а еще обязательный обход своих пациентов. Каждый рабочий день Юлии Кноль начинается с уже привычного. Молодой терапевт с амбициями, как ее называют коллеги, и просто заботливый доктор, о котором только так и не иначе отзываются пациенты, о своей профессии мечтала с детства – дарить людям самое ценное – здоровье. У Юлии Кноль талант от Бога. Самый первый инфаркт у пациента, говорит, останется в памяти на всю жизнь. Меня вызывает дежурный доктор, подозрение на инфаркт. Я прихожу, смотрю пленочку, да, действительно, там инфаркт. Звоню реалиментологу, он приезжает, мы ее тут же сразу в палату интенсивной терапии, назначаем лечение. Ну и лечим уже, и буквально через 2-3 дня, как уже стабилизируют состояние, мы уже переводим пациента в палату. Очень внимательная, доброжелательная, врачная, всегда все доходчиво расскажет, внимательная, так что, мне кажется, у нее большое будущее. Таких вот внимательных, доброжелательных, а самое главное – молодых в Азовской районной больнице сегодня большинство. И все они – участники федеральной программы поддержки молодых специалистов, которые выбрали местом своей работы село. Свой миллион Юлия Кноль решила потратить на строительство дома. Я уже уверен, что данный специалист планирует свою дальнейшую работу в Азовской ЦРБ и связывает свою жизнь с жизнью Азовского района, с людьми, с нашими. Миллион рублей, к слову, в 2013 году получили 62 молодых медработника. Сегодня в Азовской районной больнице трудится почти 20 так называемых миллионеров. Благодаря федеральной программе молодые специалисты полностью закрыли потребности лечебного учреждения в профессиональных кадрах. Марина Бугрова и Александр Филиппов. Антенна 7. С наступающим 8 марта женщин Кировского округа поздравили общественники нового города. Они пригласили представителей с прекрасного пола в кино, поздравили за чашечкой чая, подарили цветы. Больше всего женщины оценили, конечно же, внимание. Ведь именно оно главное. Такое приятное впечатление. И все мы как собрались здесь, встретились, посмотрели фильм, отдохнули. Потому что не всегда нам, пожилым людям, удается побывать где-то на встрече. И поэтому вот хочется, чтобы вот такие встречи у людей пожилого возраста были почаще. А список долгожителей планеты пополнился еще одним юбиляром. Ровно 100 лет. 7 марта исполнилось омичке Марии Максимовне Митрофановой. Наэль Барбара и Александр Филиппов отправились поздравить ветерана. А заодно и найти секрет долголетия смотрите прямо сейчас. Дом Марии Максимовны Митрофановой – это настоящий очаг, который объединяет вокруг себя буквально всех. Соседей, друзей, родственников, журналистов. Сегодня было действительно много гостей. С самого утра, словно паломники, со всей округи к этому дому шли те, кто хотел выразить почтение одной из долгожительниц города. Мария Максимовна рада всем, даже тем, кого видят впервые. Например, меня, журналисты «Антенна-7». В ее доме всегда царит порядок, говорят родственники. Живет она со снохой и внучкой. Но основную работу до сих пор бабушка старается делать сама. Ходит на колонку за водой, рубит дрова, топит печь. Почти полностью делает всю работу в огороде. Мне кажется, это просто люди старой закалки. Сейчас люди, мне кажется, с такой экологией, с такой пищей, как у нас. Ну, сами знаете, напичка на чем. Сейчас они не доживают до таких лет. Это люди старой закалки, военных времен, как говорится. Для тех, кто ищет секрет долголетия. Живет Мария Максимовна всю жизнь, не сказать, что в самом экологически чистом районе. Ее рацион совершенно обычный. Любят йогурты по утрам, в остальном все довольно просто. Овощи с огорода и, главное, постоянный ежедневный труд. Глядя на именинницу, кажется, что сто лет не предел. Как я работала, дай бог, чтобы все так работали. Я работаю, не боялась-то никакой в колхозе. Что не естся, женщина, бригадир меня ставил туда. Максимовна, иди работай вот тут. И я работала. И все, умолшла им сейчас, и я бы пошла еще бы работать. Но уже все, отработала. Чего только не происходило в век Марии Митрофановой. Две мировые войны, революция, гражданские войны, перестройка. Все это время она продолжала работать на благо нашего региона. Сначала в колхозе, затем на фабрике медикаментов. В ее жизни были семейные трагедии. Но, кажется, ничто так и не смогло сломить в ней волю к жизни и любовь к людям. Она мне как мать. Она никогда ни словом ничего не обидит. Ну, очень редко. Очень редко. Если что, спылим там, и то тут же и разговариваем. Нужно признаться, это удивительная женщина. Кстати, уйти, не посидев за праздничным столом, не удалось ни одному из журналистов. На Эльбурбар, Александр Филиппов, Антенна Синь. Каскад помог своим покупателям выбрать место для романтического ужина. 15 омских пар стали обладателями сертификата на праздничный ужин в одноименном ресторане. А вот поехать в город любви, Париж, сможет только одна пара. Что нужно, чтобы получить подарок, узнавала Марина Бугрова. Свою покупку Антон Донцов сделал полтора месяца назад. Тогда и не знал, что такое приобретение в буквальном смысле станет подарком на 8 марта. Я приобретал эту сорочку и галстук, которая сейчас на мне получилась совершенно случайно, совпала. Завтра пойдем в ресторан здесь, поужинаем. А вот ужин Сабира Ягудина и его жены пройдет в городе любви, Париже. Честно говоря, это впервые нам так повезло. Мы не очень в этом плане счастливые люди, хотя в розыгрышах мы стараемся участвовать. Вот это первое такое, я бы сказал, крупное везение. Чтобы стать обладателем подарка от «Каскада», нужно всего лишь совершить покупку. Шоппинг в этом комплексе сделал счастливыми уже многих хомячей. Марина Бугрова и Кирилл Борисевич, Антенна 7. Этой весной, говорят специалисты, девушкам разрешаются быть небрежными, но только если это касается причесок. Такие модные советы дают эксперты. Волосы должны быть ухоженными, но небрежно уложенными. А вот в одежде есть где разгуляться. Можно выбрать летящие платья пастельных оттенков, широкие, роскошные, золотые или серебряные наряды. Очень актуальны этой весной свитшоты и различные узоры. Большую роль играют фасоны, фактуры ткани, качество этой ткани. То есть можем мы, в принципе, на полную девушку надеть оттенки пастельные, но в правильный фасон, который идет в ее фигуре, какие-то правильные ткани, которые будут поддерживать, а не растекаться, и она будет выглядеть эффектно в этом. На сайте разработок Kickstarter появился еще один интересный проект, который наверняка понравится многим. Миркл Машин. Чудо-машина. Она позволяет приготовить хорошее вино в домашних условиях, при этом нет необходимости закупать виноград или ждать несколько месяцев. Вино готовится всего за три дня. Такой аппарат мог бы стать отличным подарком к 8 марта. Рубрика iGadgety продолжит выпуск. Привет, это iGadgety. Спонсор рубрики ОАО «Мегафон» представляет услугу для корпоративных клиентов «Контроль кадров». В мире существует очень много крупных компаний и организаций, у которых работа связана с большим количеством передвижения их сотрудников по конкретной территории, области или даже по всей стране. И узнать, где же находится их сотрудник, можно только у него и никак иначе. Можно просматривать и историю передвижения человека за любой день. Пользователь услуги может получать уведомления о входе и выходе сотрудника из заданных на карте зон и объектов, отправлять смс сотрудникам непосредственно из веб-интерфейса, загружать статистику в Excel и PDF. Для того, чтобы работать в веб-интерфейсе, не нужно каких-то специальных навыков. С помощью нескольких кликов можно получить всю необходимую информацию, местоположение сотрудников в режиме онлайн, настроить расписание определений местоположения, а также получать на e-mail автоматически сформированный отчет. Милые дамы, с наступающим праздником! Увидимся! Амичи получат еще одно досуговое заведение. В здании бывшего дворца культуры Рубин будет размещаться центр отдыха и здоровья со спортивными и танцевальными залами, кинотеатрами и театральной студией. Об этом стало известно на встрече жителей Октябрьского округа с мэром города. До конца этого года Рубин отремонтирует на средства частного инвестора известной омской компании АСК. Люди отчетливо понимают, что мы сегодня не одним днем живем, мы еще беспокоимся о наших детях. Они должны пройти хорошую подготовку, должны в хороших учреждениях получить какие-то знания, навыки, заниматься чем-то и спортом, и развивать себя, так сказать, интеллектуально, и развивать в себе творческие способности и так далее. Вот это очень важно, что люди думают об этом, что называется, всерьез. Спортивная акробатика становится все более популярной у юных амичей. 150 спортсменов соревновались в чемпионате и первенстве региона. О новых звездах омской акробатики Владимир Истомин и Андрей Кузьмин. Калейдоскоп сложных элементов под музыку и сюиты Шахерезада, и танец с саблями. Самая яркая композиция и высокие оценки у дуэта Ассель Багизаева и Капитолина Хуснулина. У девушек высокая мотивация. Сейчас они третьи в стране. А в мае будет еще один этап всероссийских соревнований. У амичек есть шанс попасть на первенство мира во Францию. Двойные сальто и стойки рука в руку впечатлили. Это больше эмоций, больше выражений, каких-то пластичностей. Больше где-то грубости наоборот, четкие движения. То есть это мы отрабатываемся на тренировках перед зеркалом. Это красивое что-то. Усложнили программу юноши. Наша ведущая четверка завоевала путевки в Париж. Быть узнаваемыми не хочется. Нужна новизна. За месяц ребята сумели наработать новую композицию. Каскады тройных сальто с различными положениями тела – это заявка на большой успех. Для начала выполнили чисто, до июня время есть. Элементы у нас теперь уже точно поставлены. Мы знаем, что делать. Знаем, что от нас требуют. Растет мастерство омских батутистов. Два спортсмена Евгений Ерофеев и Александра Похотина в этом году стали победителями первенства Сибири. В смежных парах у нас смена поколений. Пока наиболее перспективно, по мнению тренеров, выглядит дуэт Карина Ахмедшина и Данил Яркулов. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна Си. Редакция телерадиокомпании Антенна Си поздравляет всех хомичек с наступающим международным женским днем 8 марта. Желает вам больше улыбок, хорошего настроения, здоровья и благополучия. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телефон 94-82-85. На окнах узоры крутит мороз. На лидере едем? Не вопрос. 33-22-22. Весенние скидки на шкафы-купе. При заказе кухни столешница в подарок. В салонах Мебелюкс. Красный путь 70. Китинтерьер. Второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телефон Продолжение следует...